Всем всего! Хотелось бы напомнить, что у меня также есть каналы в Телеграм, Дзен, Рудуб и ВК, поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, а то мало ли что. Сегодня мы опять вернемся в прошлое, но не в такое далекое, всего-навсего в 2012 год, и постепенно будем нагонять время. Я уже рассказал вкратце про GSC, но сегодня мы будем говорить про GSC Game World 2.0, скажем так. Сразу после распуска студий в 2011 году команда, а точнее львиная часть этой команды решили не теряться и не разбегаться, а сразу найти денег и основать новую студию. Несмотря на закрытие GSC Game World, поддержка у них все равно была мощная. Видео, в котором Олег Еворский и Руслан Деденко с безумно грустными лицами заявляют о том, что да, закрытие студии это правда, очень сильно повлияло на мнение масс. Все шишки полетели в Сергея Григоровича и он как настоящий лидер, ну или же просто пофигист, игнорировал все нападки со стороны комьюнити сталкера, а молчание это знак согласия. Поэтому безумные надежды и любовь фанатов не покинула разработчиков. Возможно именитость бренда сталкер повлияла на то, что не так много людей их поддерживало, но даже потеря такой мощной маркетинговой основы не убила поддержку от фанатов, хардкорных фанатов, которые знают не только что такое сталкер, но также знают кто его делает. Скажем так, фанатское ядро. И оно, это фанатское ядро перешло к новой студии, которая называлась Vostok Games. Но не игры мне по сталкеру едины или чем-то подобным. Хороших игр много, вот только купить их проблема, а точнее пополнить кошелек Steam проблема. Бесконечные комиссии, банковские издержки и прочее это то, что съедает немалую часть суммы. Но тут на помощь приходит сервис купи-код самой низкой комиссии на рынке. Пополнение кошелька Steam происходит моментально, интерфейс простой и крайне удобный. Для пополнения кошелька Steam нужно просто ввести свой логин и нажать оплатить. Просто, быстро, дешево и безопасно. Комиссия у сервиса самая низкая на рынке, повторюсь, но ее можно сделать еще ниже, благодаря промокоду RedSkins. Весенняя распродажа в Steam вот-вот закончится и самое время накупить игр. При этом не нужно совершать уйму непонятных телодвижений, виртуальные переезды, пополнение счета через банковские карты других стран. Зачем? Когда можно пополнить его крайне просто, быстро и безопасно. При этом также можно принимать участие в розыгрышах в официальном паблике купи-код. Ссылка на него тоже будет в описании. Низкая комиссия, моментальное пополнение кошелька Steam, огромное количество розыгрышей у них в паблике, новостной телеграм-канал, да еще и промокод на уменьшение и без того низкой комиссии. Что еще для счастья нужно? Ссылка на купи-код в описании и не забываем про промокод RedSkins. Удивительно то, что в случае с Vostok Games политика не стала катализатором токсичности. Все случилось немного раньше. В прошлом выпуске я рассказывал, как Олег Еворский делал пиар-компанию первого сталкера. Что пиар-компания была насквозь лживой и причиной тому была необходимость в быстром наборе аудитории. И вот, спустя много лет Олег Еворский решил повторить этот трюк. Студия основалась крайне быстро, буквально за месяц-два. И решение было верным. Основной костяк из GSC Game World образца 2011 года перешел в эту студию. А людям нужно было что-то кушать, нужно было как-то зарабатывать деньги. Поэтому они в спешке сделали эту студию и нашли, насколько я понял, непрофильного инвестора. Vostok Ventures. И студию назвали подобающе. Vostok Games. Для ускорения создания новой игры они взяли наработки по второму сталкеру. Пусть они это и отрицают, но мне кажется они все равно были использованы. Если мы возьмем билд второго сталкера за 2011 год и Survarium образца 2012-2013 года, то мы сразу заметим откуда ноги растут. Да и за два месяца написать новый движок с нуля. Ну как по мне нереально. А студия была вынуждена действовать крайне быстро. Но как я и говорил, нам важно, когда наступил слом аудитории. Когда любовь превратилась в ненависть. Поэтому погружаться слишком глубоко мы не будем. Начиналось все очень сладко. Для того, чтобы набрать аудиторию и не потерять этот хайп от закрытия студии, почти сразу начали выходить дневники разработчиков. В этих дневниках засветились такие люди, как Руслан Деденко, Алексей Ситянов, Олег Еворский, Дмитрий, ой, простите, Дмитро Ясенев. И вот эти люди очень узнаваемы среди сталкерского комьюнити. Ну и конечно же была включена пожалейка. Но она была, как по мне, включена весьма справедливо. Но сам факт забавляет. Но главная цель дневников разработчиков это обещание. Ну, во-первых, вдохновляло то, что в команде есть Алексей Ситянов. Этот человек весьма интересный. Как минимум, как сценарист, как автор разных прекрасных идей. И это давало игрокам надежду на то, что новый проект будет проработанным. Студия, конечно же, пыталась договориться с Сергеем Григоровичем на права по сталкеру, но ничего не вышло. Поэтому нужно было делать все с нуля. И Алексей Ситянов в этом плане мог дать очень многое проекту. И поначалу давал. Обещания были грандиозные. Сначала мы сделаем простой ПВП режим. Потом мы сделаем ПВЕ режим. Потом сделаем свободные походы по местной зоне. В которой будут выбросы, свои законы, группировки, ну и так далее и тому подобное. И ведь верилось. И причины такой веры понятны. Команда. Быстрые темпы разработки, ну по крайней мере в начале. Ведь первые альфа-тесты начались крайне рано. И показали геймплейные кадры тоже крайне рано. Все было сыро, криво, но зато с потенциалом. Ну а также была вера в фри-то-плей. На момент анонса игры каких-то крупных фри-то-плей шутеров не было. Они все были в зачаточном состоянии. И Сурвариум мог составить им конкуренцию. Базис от Сталкера 2 давал свои плоды. Графика для 2013 года была вполне себе нормальной. Но радость продлилась недолго. У любого фри-то-плей продукта есть проблема. Он бесплатен. И нужно как-то мотивировать игроков донатить в игру. А эти вещи Восток Геймс видимо продумывались крайне плохо. Но дело было не только в этом. Конец 2013 года. Стартануло с ЗБТ. Я помню купил себе набор основателя. И попал на ЗБТ в начале 2014 года. И тогда игра удивила. Чуть менее чем за 2 года они смогли сделать базис для игры. Но уже летом 2014 года начались проблемы. У меня конечно же нет какой-то статистики. Но судя по последствиям и по снижению темпа разработки. Игра после начала у БТ не обзавелась каким-то успехом. А для фри-то-плей это прям катастрофа. Но на первых порах инвесторы видимо думали, что нужно еще дать время. И всем так казалось. Поэтому разработка продолжалась плюс-минус в хорошем темпе. Но уже не такой как на начальных этапах. Но потом терпение лопнуло. Разработчики пытались ковырять игру какое-то время. Но все было тщетно. Бесконечные обещания студии сыграли с ними плохую шутку. Если в случае со Сталкером врать можно было до самого релиза. Ведь игроки не увидят лжи пока игра не выйдет. То в случае с игрой, которая уже находится в БТ. Врать весьма сложно. Каждый раз объявляли о том, что свободный режим снова переносится. Что ПВЕ контент тоже переносится. Мол, мы сейчас допилим ПВП. И только потом возьмемся за все, что мы обещали. И аудитория терпела. И не сильно токсичила. Хотя уже раздавались интересные скептические высказывания. Но первым херовым звоночком был уход Алексея Сытьянова. Он ушел из Восток Геймс. И причина была в том, что ему там просто нечего было делать. Игра в плане лора, сюжета и так далее никак не развивалась. А все, что делалось, касалось только ПВП контента. Но фанаты сталкера умеют ждать. И они ждали. Надеялись. Верили. И не токсичили. Предпринималась еще одна попытка спасти игру. А одна крупная попытка. Они где-то замутили денег, как говорят от инвестора. И решили вложить их в Сурвариум. И знаете куда? Вы не поверите. В переделку рендера, интерфейса и меню игры. Ведь именно это и было проблемой такой низкой популярности игры. Смешно. А с успешной в кавычках предысторией мы закончим. И перейдем к тому, что на момент разработки Сурвариума, разработчики были не против получать деньги от российских игроков. Рекламные материалы на сайте СтопГейма. Общение только на русском, группа во Вконтакте и многое другое. Игра прям была нацелена на русскоязычную публику. И это уже было после Крыма. Ну как бы деньги есть деньги. Разработчики не строили из себя хер пойми кого. Они знали на какой рынок они работают и не огрызались на этот рынок. Тем более, что даже на тот момент была поддержка. Ну и конечно же, самое забавное это статистика. Самые прибыльные игры в России уже на тот момент это были игры фритуплейные. О чем говорить даже сейчас, самые прибыльные игры в российском сегменте это фритуплей. Эта система монетизации очень хорошо прижилась у нас в России. Ну и во всем СНГ наверное. Поэтому разработчики всячески заигрывали с русскоязычной аудиторией. Но это длилось пусть и долго, но все русскоязычное комьюнити помнило про обещания. Западная аудитория могла про них не знать, а вот русскоязычные знали. И вот когда поддержка игры от разработчиков сокращалась изо дня в день, начали появляться вопросы. Уже нельзя было это игнорировать. Но потом пустили слух, что студия трудится над новым проектом, поэтому им сейчас не до Сурвариума ребята. И не соврали. Новый проект это Fear the Wolves. У меня на канале есть пару роликов, которые посвящены этому недоразумению. Поэтому я повторяться касательно этой игры не буду. Сурвариум не оправдал ожидания. Поэтому игру и не развивали, перебросив весь штат сотрудников на новый проект. Оставив буквально несколько человек для поддержки этой игры. Но даже тогда токсичность была весьма такой легкой. Потому что люди надеялись, что их новый проект будет хорошим. А вот катализатором токсичности как раз таки послужила игра Fear the Wolves. Когда стало ясно, что их новая игра кусок говна, что их Сурвариум не развивали уже несколько лет, русскоязычная аудитория бомбанула. И начался трэш, комментарии, обзоры и прочее. Были в основном про то, что волги говно, а разрабы нас обманывали и никак не развили Сурвариум до того, что нам обещали. Хотя дело даже было уже не только в этом свободном режиме, о котором все грезили. Просто хоть какие-то обещания бы выполнили. Хоть какое-то развитие игре бы дали, но нет. Они великолепно развивали контент, который монетизируется, пушки, скины и прочее говно. А вот саму игру нет. Количество предметов, цены на эти предметы и прочее весьма впечатляло. А сама игра как и была куском говна, так и оставалась. И вот теперь для понимания, насколько все было плохо. Средний ежедневный онлайн в Steam на момент 18-19 года был порядка 500 человек. 500, мать его, человек, для фри-ту-плея. И если вы вдруг подумали, что игра плохо рекламировалась, что ее просто никто не замечал, а она была такая незаметная, то... Если мы возьмем за основу слив стимовских данных, который случился в 18-м году, то в Survarium поиграло суммарно 2 миллиона 300 тысяч игроков. То есть охват был. Только игра была настолько отвратительной, неинтересной, неразвивающейся, что люди в нее играли, заходили, смотрели, разворачивались и уходили. И как был онлайн в 500 человек, таким он и оставался. Были, конечно же, небольшие всплески популярности, но это так, мелочь. Как вы думаете, что сделали разработчики, когда токсичность и вопросы к ним дошли до пика? Они, может, как-то извинились, они, может, объяснили ситуацию? Ну, да, объяснились. В стиме. Они прямо сказали, что игра не развивалась, потому что у нас денег нет, ребята. И, казалось бы, ответ весьма нормальный, ведь все логично. Аудитория не растет, деньги проект не приносит, следовательно, инвестировать в этот проект деньги как-то, ну, такое себе. Но забавно то, что аудитории этот ответ не понравился. То ли он был дан слишком поздно, то ли игроки уже устали от бесконечных обещаний, от бесконечных оправданий и прочего говна. И натиск продолжился. И тут разработчики совершили самое умное, что только могли сделать. Отвернулись от своей фан-базы. Удалили русский язык со своего сайта, сайта студии. Общение с русскоязычным комьюнити, считай, исчезло. Были только новости в стиме и все. А какого-то фидбэка они, видимо, даже не планировали получать. И все это было до боевых действий. И теперь следите, как говорится, за руками. Они сделали ставку на старых фанатов Сталкера. Наобещали много чего, решив повторить успех рекламной кампании Сталкера. Но дважды, как говорится, в одну реку не войдешь. Обосрались. Их тыкнули мордой в их говно. И они... они... они обиделись? Потому что что? Фанаты Сталкера токсичные? Ой, простите. Русскоязычные фанаты Сталкера токсичные. Но слава тебе, господи, весь этот цирк закончился в мае 22-го года. Перед закрытием игры, разработчики решили с барского плеча насыпать всем донатной валюты. Мол, нате, ребята, развлекайтесь. Всем. Кроме русских и белорусов. Ну, потому что тут и дураку понятно, что именно фанаты Суру Вариума, фанаты Сталкера, фанаты Метро и прочие фанаты компьютерных игр виноваты в СВО. Ну, как бы тут даже гадалки ходить не надо, все очевидно. Попытка заманить фанатов Сталкера к себе, попытка враньем затянуть как можно больше игроков, обернулась тем, что от студии отвернулись даже те, кто в нее верил со времен Сталкера Чистого Неба. А те, кто не отвернулись, то все равно получили по шапке, потому что мы просто удалим язык, потому что мы просто перестанем отвечать, потому что мы просто... Ну, потому что иди нахер, вот почему. А когда началось СВО, то, как бы, извини, братан, нам не важно, сколько ты в игру играл. Если ты, как бы, русский, то, знаешь, хрень тебе, короче, а не вот этот вот финальный подгончик в виде бесконечной донатной валюты, как бы, соси бибу. Вот это великолепное отношение. Как команда, которая сделала лучший аддон для Сталкера, скатилась до волков и Сурвариума, ну, история умалчивает. Но когда фанаты перестали терпеть откровенную ложь, наплевательское отношение, они решили отвернуться от фанатов. Повторюсь, это было до СВО. Токсичность фанатов Сталкера, про нее часто говорят, но, видимо, забывают, что она возникает не на ровном месте. Любовь живет три года, говорят, но у фанатов Сталкера она может жить, по-моему, бесконечно, пока ты их, пока ты их, сука, не достанешь, пока ты не начнешь вытирать о них ноги. Как только ты это сделаешь, они начнут вытирать ноги о тебя. Но как избежать токсичности, а при этом оставаться мудаками? В следующий раз мы об этом и поговорим. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также вступайте в мой телеграм-канал, чтобы не пропускать анонсы стримов. И спасибо за поддержку на Бусти. Отдельное спасибо людям с никнеймами. Лаки Мук, Эрон Стоун, Алё Чо Три Икса, Сибирский Нефтяник, Хироман, Педофильские Усики, Причер и Айту Феникс. А если и вы хотите попасть в эти сомнительные титры, то ссылка на мой Бусти в описании. И да, титры я буду переделывать и, скорее всего, буду это делать на стриме. Так что в телеграм подпишись, чтобы не пропустить этот убогий стрим по Unreal Engine 5. Что ж, а на этом уж точно все и всем всего. Продолжение следует...